Добрый день! В прямом эфире Вести Ульяновск, в студии Елена Гончарова. И вот краткий анонс выпуска. Аварии одна за другой на трассе Урал-М5. За сутки трое погибших. Есть желание трудиться? Милости просим. Инвалидов Ульяновска устраивают на работу. Что такое бит-викенд? Ульяновских меломанов ждет фестиваль фильмов о музыке. Сегодня ульяновская администрация обсудила ситуацию на рынке труда. Число официально зарегистрированных безработных снизилось с начала года на 300 человек. Несмотря на это, работодатели заявили о новом сокращении более 1300 сотрудников. Есть и отрадная новость. Вакансий стало намного больше. В основном их создает малый и средний бизнес. Около половины рабочих мест с зарплатой 15 тысяч рублей и выше. Впрочем, немало и таких, на которых ежемесячный труд оценивается менее 10 тысяч рублей. Многие ульяновцы делают ставку на вахтовый метод работы. Могу сказать, что цифра примерно стабильная. В районе 4-4,5 тысяч человек у нас выезжает из города на работу вахтовым методом. Ну, причина понятная. Я еще раз говорю. Причина – это заработная плата. Вот надо все делать в регионе, и заработная плата, она растет в регионе год от года. Но не теми высокими темпами, как нам всем хочется. Есть и другие методы борьбы с безработицей. Это переобучение, самозанятость, а также общественные работы. На пресс-конференции также проанализировали ситуацию на градообразующих предприятиях. На УАЗ проходит модернизация производства. Но к большим сокращениям это не привело. Акционерам, собственникам предприятия принято решение о ликвидации двух дочерних обществ. Это УАЗ-металлургия, УАЗ-литейное производство. Ликвидация с передачей функций и всего персонала в другое дочернее общество – УАЗ-автокомпонент. Всем людям, которые работают в данных дочерних обществах, гарантируют рабочие места в автокомпоненте. С начала года в Ульяновске для инвалидов создали более 70 рабочих мест. В каждом районе трудоустроили по одному инвалиду-колясочнику. Спала напряженность по переселенцам с Украины. По словам, практически все желающие уже устроились на работу. В ходе пресс-конференции Валерий Кранцев напомнил номер телефона по вопросам содействия трудоустройства. Это 32 11 45. И в продолжение темы более подробно о том, как людей с ограниченными возможностями устраивают на работу. Материал Любови Фомичевой. В программу по трудоустройству людей с ограниченными возможностями попала инвалид третьей группы Резида Бакирова. По состоянию здоровья с прежней работы ей пришлось уйти. Обратилась в службу занятости, где ей тут же предложили новое специализированное место. Я благодарна центру занятости, что они прислали меня в эту управляющую компанию. Место мое рабочее очень хорошо обустроено, все куплено новое, вся аппаратура, все близко, все доступно. То есть я могу дотянуться до факса, до сканера. Оборудовали рабочее место для Резиды за счет субсидий из федерального бюджета и средств из областного. Работодатель закупил на них все необходимое, чтобы создать комфортные условия для своего нового работника с ограниченными возможностями. Все сделано для того, чтобы именно было уютно, хорошо чувствовать себя на рабочем месте. По ее словам, и она как бы довольна, и нам приятно, что у нас работает такой хороший человек. И очень оперативно отозвался центр занятости. Когда хорошо организовано рабочее место, человек с радостью идет на работу. Я думаю, что это очень полезно, такая программа, и думаю, что у нее большое будущее. Совсем скоро служба занятости начнет заключать соглашение с организациями города Ульяновска по созданию комфортных рабочих мест для инвалидов-колясочников. Сейчас постановлением правительства Ульяновской области внесены изменения в порядок финансирования. Также работодателям возмещаются затраты на создание инфраструктуры для беспрепятственного доступа к рабочему месту инвалидов, использующих кресло-коляски. Поэтому мы стараемся сейчас сотрудничать со всеми предприятиями работодателями города Ульяновска и Ульяновской области. На сегодняшний день на учете в городской службе занятости состоят около 350 человек с ограниченными возможностями. 300 из них признаны безработными. Вакансий для них около 200. Любовь Фомичева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В Ульяновске начнут готовить и кадры для оборонно-промышленного комплекса. 12 российских вузов получат в совокупности 500 миллионов рублей на целевую подготовку специалистов для предприятий ОПК. Средства господдержки будут направлены на создание этими учебными заведениями совместно с оборонными предприятиями образовательных курсов для адресной подготовки целевиков для конкретных производств. Кроме того, поддержка будет предоставлена вузам на закупку необходимого оборудования для создания центров инженерной подготовки. Обучение по целевым программам подготовки кадров для ОПК уже в текущем учебном году пройдут около 3000 студентов. А первый выпуск таких специалистов состоится в 2015-2016 годах. Министерством образования и науки отобраны 12 учебных заведений для участия в национальной программе. Одним из победителей стал и Ульяновский государственный университет. Серьезные аварии вновь близ рабочего поселка Николаевка. Сегодня утром на трассе М5 Урал столкнулись грузовой маной ВАЗ-14 модели. После удара фуру отбросило на обочину, где стоял пешеход. В результате 16-летняя девушка погибла. Еще одной жертвой стал пассажир легковой машины, а водителя ВАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии. Дорожные инспекторы сейчас выясняют причину аварии. Ну а ровно сутки назад на этой же трассе, только в Новоспасском районе, произошло еще одно смертельное ДТП. Подробности у Натальи Валуйской. 14 октября 8 часов на 832-м километре федеральной автодороги Урал-М5 Новоспасского района Ульяновской области. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Калина» при движении не справился с управлением. Выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2101 госпитализированы в больницу. Всего же за последние 24 часа на областных магистралях дорожные инспекторы зафиксировали более 70 аварий. Правила движения за минувшие сутки нарушили более полутора тысяч раз, а 17 автолюбителей за руль сели в нетрезвом состоянии. По одной из центральных городских улиц ульяновцы будут двигаться чуть медленнее. В областном центре в тестовом режиме хотят ограничить скорость на улице Гончарова в ночное время до 40 км в час. Это решение принято на заседании по безопасности дорожного движения в администрации города. Таким образом, горожан решили обезопасить от лихачей, которые по ночам устраивают гонки. Теперь с 22 часов до 6 утра водители на улице Гончарова должны будут снижать скорость движения до 40 км в час. На этом настояла прокуратура и правительство области. Однако противников такого решения было много. В итоге инициативу пока запускают в тестовом режиме. В течение двух месяцев администрация и госавтоинспекция города будут смотреть, насколько действенной окажется эта мера. В Засвежском районе Ульяновска сотрудники ГИБДД провели необычную акцию. Собственно, главными участниками акции были не сами дорожные инспекторы, а ученики гимназии номер 13. Они заранее подготовили письма, в которых говорится о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Но затем вместе с сотрудниками ГИБДД вручали их водителям. Сотрудники ГИБДД заверяют, что данная акция, направленная на профилактику дорожно-транспортных происшествий, далеко не последняя. Особенно это касается ситуации на дорогах, связанных с подрастающим поколением. За 9 месяцев 2014 года на территории Ульяновской области зарегистрировано 133 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В которых, к сожалению, 9 детей погибли и 144 получили травмы различной степени тяжести. Осенние каникулы в большинстве учебных заведений начнутся в конце октября и продлятся до первых чисел ноября. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть особо внимательными на дорогах. К другим темам. Наследники Победы. Под таким названием в Ленинском мемориале открылась выставка филателистов. Она посвящена 70-летию Победы и столетию со дня рождения героя-танкиста Дмитрия Лавриненко. На этих стендах представлены марки, награды и открытки с изображением российских воинов-победителей. Михаил Михайлович Смирнов, ветеран войны, свою коллекцию собирает почти 60 лет. А сам он в 2015 году будет отмечать 90-летний юбилей. Вы знаете, посчитать марки, отдельные марки, каждые марки по количеству присвоить, это очень громадный труд. А в альбомах 25 штук альбомов. Если считать, что в каждом альбоме порядка 300 марок, ну перемножьте 25 на 300, получите приблизительную эту цифру марка. На выставке представлены коллекции из 20 городов России. По словам организатора выставки Дмитрия Устинова, среди конкурсантов также житель Львова. Он тоже стал участником выставки, несмотря на запрет Министерства культуры Украины. Ну, особенность этой выставки в первую очередь в том, что мы ее назвали международной. Что в этой выставке участвуют коллекционеры, которые собирают марки и конверты, посвященные Великой Отечественной войне, не только из наших городов России, но также с Молдавии и с Украины. Кстати, это не просто выставка, но еще и конкурс. Жюри оценит коллекции и определит победителя. Лучший собиратель военных марок будет награжден памятной медалью Дмитрия Лавриненко. Танкист, который принял участие почти в 30 сражениях и уничтожил 52 танка. Этот танковый герой Советского Союза. И сегодня все желающие смогли купить конверты и поставить памятную печать силуэтам героя. Выставка в Ленинском мемориале продлится до 19 октября. Игорь Рассадин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Хорошая новость для православных жителей Ульяновской области и соседних регионов Поволжья. Как мы уже рассказывали ранее, в Богородице Казанской Жадовской пустыни находится икона с частицей мощей Святой Блаженной Матроны Московской. Планировалось, что чудотворная святыня пробудет на Симбирской земле до 14 октября. Однако из-за огромного количества паломников, священно-начале Барышской епархии приняло решение продлить пребывание мощей Матронушки в Жадовском монастыре вплоть до 16 ноября. Любой желающий и, естественно, совершенно бесплатно может приложиться к останкам Великой Целительницы и попросить у нее здоровья для себя и своих близких. Время работы храма, в котором находится икона, будни с 6 утра до 18.30, выходные и праздничные дни с полседьмого утра до 20.30. Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 937 455 10 88 или же на сайте обители жадовская пустынь.рф. Сегодня в России отмечают 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова и накануне в стенах Ульяновского областного дворца книги прошло необычное мероприятие. Актеры Ульяновского драматического театра и театра студии «Инфантрибль» представляли собравшимся поэму «Песня про царя Ивана Васильевича», молодого опричника и удалого купца Калашникова. Стоит отметить, что данное произведение Лермонтова фактически можно только прочитать, а вот увидеть или услышать – большая редкость. С привлечением актеров труппы его Петр Чардинов. Он вышел с целью, что есть разные иллюстрации. Его практически не снимали, фильмов нет ни одного, почти никогда не играют в театрах. Ну, вот поэтому, наверное, решили посмотреть, что же выйдет из этой поэмы. Назвать это спектаклем нельзя. Это было чтение произведения «Паралям». Так, собственно, это и задумывалось. Однако, произведение в исполнении Владимира Кустарникова, Михаила Петрова, Максима Копылова и других, безусловно, произвело впечатление и наверняка, в какой-то степени, перенесло слушателей во времена Ивана Грозного, когда, собственно, и происходили события, описанные Лермонтовым. Однако, актеры считают, что во многом песня о купце Калашникове актуальна и в наши дни, несмотря на определенные сложности. Сотрудничество театральных актеров и областного дворца книги удивляться не стоит. Уже 7 лет здесь проводятся подобные театральные чтения. Ну а актеры принимают участие в работе «Библиотеатр Экспрессия». Именно так здесь называют это творческое сотрудничество. Наш выпуск завершит информацией о погоде. Оставайтесь на канале «Россия» и следите за развитием событий вместе с нами. Доброго дня! Сейчас в Ульяновске 8 градусов тепла. Атмосферное давление 751 миллиметр артутного столба. Относительная влажность воздуха 79. Друзья! 都 будет啊! Субтитры делал DimaTorzok ... ... ... ... ... ... ...